Добрый вечер! В эфире Вести Ульяновск. Итоги дня их подведу я, Ксения Грищенко. И вот, что вы увидите. Белоснежные фартуки, отутюженные брюки, запах цветов вокруг. Первый день знаний. Выпал на 2 сентября. Артём Петров с подробностями. А как накануне чествовали первоклашек на Соборной площади Ульяновска, расскажет Павел Игнатьев. Боролся за звание лучшего с представителями других стран. Ульяновец завоевал медаль на международном WorldSkills. С цветами, но без портфелей. Они пошли в школу. День знаний во всей стране отмечают сегодня. Возле школ прошли торжественные линейки. Учителей одарили красивыми букетами, а в небо запустили воздушные шары. Как новый учебный год встретили в Ульяновске, знает Артём Петров. Первый звонок не только в новом учебном году, но и в истории 101-го губернаторского лицея пытается запечатлеть каждый. Это учебное заведение действительно долгожданное. Раньше жителям северной части города приходилось возить детей на учебу в центр. Теперь школа возле дома. И вот, наконец, мы сегодня здесь. Мы видим её изнутри. Это настолько радостно для нас, настолько впечатлительно. В сборе и педагогический состав. Лучшие учителя приехали работать в Ульяновск из других районов и даже областей. В новом лицее открываются новые возможности для профессионального роста. Я думаю, что с тем коллективом, который набран губернаторский лицей номер 101, обязательно всё получится. Дело осталось за малым. Пройти лицензирование. Но в кабинетах уже почти всё готово, чтобы принять первых учеников. Мелкие недочёты, без которых не обходится ни один крупный проект, устраняют незамедлительно. В праздничном вальсе закружились будущие выпускники. Для них этот учебный год действительно особый. Впереди единый госэкзамен. Пройти это испытание школьники уже не боятся. Да и количество стоп-бальников растёт с каждым годом. Задание легче не становится, а вот уровень подготовки, напротив, растёт. Очень много, очень сильно придётся стараться в этом году. Я понимаю, что это большая ответственность, но в итоге же это всё воздастся. Золотая медаль, дополнительные баллы в институт. Дмитрий уверенно идёт к золотой медали и планирует поступать в Ульяновский технический университет. Талантливая молодёжь не только остаётся в Ульяновске, но и приезжает из других городов. В последние годы это уже тенденция. Нам нужна хорошая, обученная молодёжь, которая бы строила заводы, выпускала ту продукцию, которую выпускаем на территории Ульяновского региона. Ну а мы, конечно же, сделаем всё возможное и невозможное для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно на территории города. Для того, чтобы учиться было комфортно, на подготовку школ к новому учебному году город направил более 100 миллионов рублей. Это новые парты, современная техника и инновационные подходы к образованию. Ведь уроки должны быть не только полезными, но и интересными. Сегодня во всех школах региона проходят торжественные линейки. А накануне на Соборной площади состоялся губернаторский приём первоклассников. Как встретили праздник самые юные школьники, расскажет Павел Игнатьев. Вместо игр во дворе, в их расписании игры интеллектуальные. Будущие гроссмейстеры времени даром не теряют. Привычные Е2, Е4 и остановка шахматных часов. За плечами каждого из них счастливые беззаботные годы в детских садах. Впереди уроки, домашние задания и оценки в пока ещё не заполненных дневниках. Но это их, судя по всему, не пугает. Почётный статус ученика начальной школы ко многому обязывает. Много уроков, большой труд. И там меня ждёт ещё большое учение. В День знаний они мечтают поскорее увидеться с теми, кто эти знания будет давать. Не от учившейся недели к своим учителям они уже привязаны. Самые лучшие в мире своих первоклассников они сегодня встречают на школьном крыльце, чтобы поделиться знаниями и через 10 лет отпустить мир образованными людьми. Наши замечательные учителя, которые с нетерпением ждут с вами встреч, ждут огромного-огромного интересного пути вместе с вами, по которому они пройдут, чтобы передать вам самые необходимые для вас знания и науки. В этот же день на главной городской площади подвели итоги акции «Помоги собраться в школу». В этом году 24 тысячи детей получили всё самое необходимое – констовары, школьную форму и портфели. В их жизни, как и у многих других первоклассников, начинается новая глава, которую они тонким пёрышком в тетрадь с этого дня старательно выводят сами. Нашему земляку вручили медаль на международном чемпионате WorldSkills «Казань-2019». Учащийся Ульяновского авиационного колледжа Павел Яковлев завоевал на соревнованиях медаль за профессионализм в компетенции «Окраска автомобилей». Атмосфера совершенно разная. То есть был нацифинал, была одна атмосфера. Были международные соревнования, совершенно другая атмосфера. Совершенно другие участники, совершенно другой уровень. Павел Яковлев выступал в Казани в составе национальной сборной России. Представители страны завоевали 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм. В неофициальном медальном зачёте Россия заняла второе место. Первой стала сборная Китая, на третьей строчке – Южная Корея. И на этот час у нас все новости. Я благодарю вас за внимание, а прямо сейчас информация о погоде. Добрый вечер. В студии Ирина Шмыгова и сейчас несколько слов о погоде. По данным областного гидрометеоцентра, температура воздуха ночью по области от 3 до 8 градусов тепла. В Ульяновске плюс 4, плюс 6. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный слабый до умеренного. Продолжение следует... Продолжение следует...